Приветствую вас, друзья, на предпоследней торговой сессии этой недели. Разумеется, как и всегда, мы разбираем события минувшего торгового дня и смотрим на отчеты, запланированные к выходу в ходе предстоящего торгового дня. Сегодня в Штатах выходной день, день благодарения, соответственно, уже руководствуясь опытом, как минимум мы должны говорить о том, что на рынке будут отсутствовать довольно большая категория трейдеров, именно американских инвесторов, соответственно, это якобы определяет среду низколиквидных торгов, которые должны быть вялыми, но с другой стороны, если на рынке появится какой-то интересный фундамент, новость, низкая ликвидность торгов априори может выступить базой для очень существенных движений. Также стоит отметить, что бог с ними, с американцами, они отдыхают сегодня, но Америка у нас давно уже не основной катализатор движений, мы говорим с вами о Брэкзите, соответственно, здесь еще ситуация далека от разрешений, я думаю, что какое-то время, несколько недель уж точно, мы будем говорить о Брэкзите, как возможно, о событии номер один в плане серьезного воздействия на финансовые рынки, потому что тучи продолжают загущаться над самим фактом выхода Англии из состава Европейского Союза, условия до сих пор не ясны, хотя, судя по последним вводным, мы давно уже склоняемся к тому, что все будет плохо. Я надеюсь, друзья, то, что вы не питаетесь каких-то ненужных ложных иллюзий, вы остаетесь реалистами, но реальность такова, что нужно смириться с тем, что время упущено, время, скажем, уже не вернуть компромисса, не удалось достигнуть, и то, что происходит сейчас, это лишь, ну, мне лично не совсем понятная попытка признать то, что все провалено. Но если у кого-то есть еще надежды, я ни в коем случае не хочу вас разубеждать в том, что вам стоит, либо не стоит сохранять длинные позиции, это ваше право, ваше дело. Я лишь говорю о своей субъективной позиции, говорю, почему лично я считаю, что держать сейчас длинные позиции по британцу, ну, это почти то же самое, что верить, к примеру, в бренд по 90 долларов за баррель. Ну, вот так складывается фундамент. Он, на мой взгляд, крайне однозначный, он не допускает каких-то теневых сценариев, по которым все, в случае развития которых ситуация может измениться. На мой взгляд, все предельно ясно и понятно. Ну, может быть, я не вижу всей картины, вероятно, видит кто-то из вас. Друзья, я еще раз призываю, вы не стесняйтесь, делитесь вашим видением рынка. Я уверен, что оно будет интересно, ну, всем без исключения. Трейдерское сообщество Markets постоянно растет. Мне очень приятно видеть в наших кругах все большее количество трейдеров, интересующихся фундаментом, и, соответственно, друзья, чем больше нас, тем больше возможности выйти вот на, скажем, такое золотое сечение общего реального представления о том, что на рынке действительно творится. Помимо Brexit у нас Италия. Вчера, так же, как и вы, я тоже ждал обещанных мер воздействия со стороны Еврокомиссии, дисциплинарные, собственно, способы наказать Италию за то, что они не соблюдают бюджетные правила. Однако день прошел, и в итоге мы работаем, ну, фактически ни с чем. Я думаю, что динамика евро – это явное доказательство того, что вопрос еще не разрешился. Ну, то есть динамика вялая, потому что европейская валюта, в принципе, так и остается на отметке 1.14, но что такое несколько десятков пунктов с минимума вчерашнего дня, я думаю, что ерунда, поэтому можно пока констатировать, что мы сохраняем прежний негативный настрой. Сегодня, друзья, из событий, на которые стоит обратить внимание, ну, пожалуй, тут только лишь выступление Каролины Вилкинс, которая является заместителем Стивена Полоса. То есть это человек, который отвечает за монетарную политику вместе со Стивеном Полоса, монетарную политику Канады. Мы уже в начале этой недели говорили и имели возможность, точнее, послушать Вилкинс, что она планирует сделать дальше, какой она видит монетарную политику. Очень неоднозначное влияние на канадца оказали ее слова. Я, в принципе, так и не понял, что она имеет в виду, потому что, с одной стороны, был акцент на то, что политику нужно и дальше ужесточать, с другой стороны, она отметила то, что рост процентных ставок, отклоняется в некоторое заблуждение домохозяйства, которые теряются и которым становится труднее работать с долговыми обязательствами и так далее. Ну, с точки зрения логичных каких-то рассуждений, конечно же, понятно. Это то, что рост процентных ставок – это всегда негатив для потребителей, потому что повышается стоимость заимствования, и кто знает, на каких условиях заключались договоры, может быть, даже пересматриваются условия действующих договоров. Это негативный момент. Но это, на мой взгляд, настолько, скажем, второстепенный фактор, что на него даже не стоит обращать внимания. Скажем, регулятор, который отвечает за процентные ставки, прежде всего исходит из ключевых макроэкономических показателей. И вот с точки зрения ключевой макроэкономической статистики в Канаде сейчас все более-менее замечательно для того, чтобы ставки повышать и дальше. Ну, а канадцы мы, собственно, еще поговорим. Давайте теперь про рынок нефти. Друзья, 63,66 – это закрытие минувшего торгового дня. 63,51 – сейчас. Котировки восстановились. Но этот рост был настолько вялым и непродолжительным, что я считаю, что мы можем связать его только лишь с технической коррекцией. Хорошо, это еще раз доказывает нам то, что мы имеем дело с прозрачным, ясным, классным, нисходящим трендом. То есть, каждый раз, когда возникает риск перепроданности актива, эта перепроданность рынком, собственно, сама и снимается за счет небольших таких откатов. Мы, друзья, сохраняем короткую позицию. Посмотрите, что происходит сейчас на азиатской сессии. Можем пойти уже и на европейской нефть активно снижается с буквально открытия дня. И сейчас мы видим уже котировки 63,50. Я думаю, что закроем день гораздо ниже. Фундаментальная картина продолжает просто, скажем, вещать о том, что тренд нисходящий более чем обоснован, и ничто пока не способствует его на смене. Но я сейчас в технику не буду уходить, друзья, потому что техника, она сейчас тоже очень сомнительная. Да, если мы доберемся до 60 долларов за баррель, там я допускаю то, что логично будет сыграть на отскок, попытаться, так же, как мы это пытались сделать на 70, но тогда потерпели небольшое фиаско. Но говорить сейчас о том, что техника может стать определяющей для отката, я бы не стал. Вчера у нас данные по запасам нефти и уровню нефтедобычи в США. Это статистика, которая нами ожидалась, как данные, которые способны усилить и укрепить позиции продавцов. В целом, даже несмотря на то, что мы не увидели снижение нефти после выхода этих данных, ожидания того, что нефть будет снижаться, действительно подкрепились, потому что запасы у нас снова выросли уже девятую неделю подряд на практически 5 миллионов баррелей. Уровень нефтедобычи остается в пределах прежнего максимума, который был зафиксирован на отметке 11,7 миллиона. Также распродажам способствуют очередные комментарии Трампа. Продолжает подогревать своей словесной риторикой интереса к СЭЛу, в частности, вчера он поблагодарил Саудовскую Аравию за действия, которые в итоге привели к текущему снижению цен на нефть. Конечно же, Саудовская Аравия – это не далеко определяющий катализатор распродажи. Я бы даже сказал, что Штаты должны поблагодарить сами себя, потому что все началось от освобождения ряда регионов от запрета на покупку иранской нефти и отчасти еще не закончилось стремительными темпами роста нефтедобычи. Но это все в Штатах. Я вот выписал для себя дослованный перевод, в частности, Трампа, о том, что он охарактеризовал текущую ситуацию как следующим образом. Отлично снижение цен на нефть сроднись снижением налогов, которые будут способствовать дальнейшему росту американской экономики и, собственно, мировой. Наслаждайтесь. Раньше было 82 доллара, сейчас 54. Но давайте снизим еще сильнее. Не знаю, является ли это сигналом того, что нефть пойдет ниже. Ну, возможно, да. Потому что, поскольку уровень нефтедобычи ни грамма не скорректировался, ни оснизился за последние несколько недель, а, напротив, только увеличился, я думаю, что очень в выгодном свете будут смотреться подобные заявления Трампа, потому что он прекрасно понимает, что нефть, конечно же, еще сильнее просядет. Саудовская Аравия, уйдет ли она в сторону, станет ли она поддерживать, либо выступать инициатором и впоследствии соблюдать потенциальные решения о сокращении нефтедобычи, я думаю, что нет. Потому что Саудовская Аравия уже начинает, мягко говоря, беспокоиться и отчасти паниковать за сохранность собственной доли на рынке. И когда Россия и США регулярно, практически каждый месяц переписывают рекордные показатели по нефтедобыче, я думаю, что глупо Саудовской Аравии уходить в тень. Поэтому рост нефтедобычи будет продолжен и со стороны этого региона. Резюмируем, друзья. Прежний риск переносечения остается, ну, таким же по значимости, может быть, даже более интересным. Не знаю, какой фундамент может пересилить данный, собственно, факт. Я его на, скажем, горизонте ближайших недель вообще не наблюдаю. Поэтому рекомендую все-таки ставить на неизбежный обязательный тест поддержки 60 долларов за баррель. Рубль 65-66, любительная динамика. Я думаю, что возможности ЦБ и кто бы там ни был из денежных властей, которые сейчас замешаны вот в этом непонятном и совершенно невыгодном расточительном векторе поддержки рубля. В общем, их силы сойдут на нет уже в ближайшее время. Но, друзья, текущие котировки, ну, они крайне привлекательны для покупок. Может быть, даже после брифинга побегу сразу же в обменник. Надо пользоваться ситуацией и затариваться валютой, опять же, в преддверии ожиданий неизбежных санкций и того, что нефть очень больно аукнется на валютах развивающихся стран, которые зависят от стоимости экономики, которые зависят от стоимости на сырье. Ну, возможно, комментарии излишни, друзья. Я думаю, что вы все реалисты и прекрасно знаете, что может влиять на рубль, что должно влиять на рубль. И прекрасно понимаете, что бывает так, что иногда ситуация складывается нелогичным образом. Но это не значит то, что эта нелогичная ситуация становится новым должным и новой реальностью для рынков. Все-таки логика вернется. И по российскому рынку, что акции, что российскому валютному рынку, все предельно просто и понятно. Евро против доллара 1.1392. Думаю, что сейчас в контексте евро можно не уходить в Brexit. Здесь достаточно говорить о итальянском вопросе, в частности, вице-премьер Италии. Возможно, вчера и подогрел интерес к евро, поскольку сделал заявление о том, что возможно, это слово, которое было им использовано, Италия пересмотрит проект бюджета. Но буквально под закрытие торговой сессии его советники с ближайшего окружения попробовали провести работу над ошибками в средствах массовой информации. Отметили, что Италия готова обсуждать вопрос по инвестициям, но не вопрос по, собственно, проекту бюджета. Я считаю то, что такие заявления, которые позволяют себе делать вице-премьер Италии, ну, они не могут вот так вот просто проявляться на рынке и оставаться без внимания соответствующих верностей, потому что, на мой взгляд, это откровенное манипулирование курсом, может быть, даже в своих интересах. То есть эта практика когда-то была очень свойственна Жан-Клоду Трише, который до Драги возглавлял Европейский Центральный Банк. Если интересно, как он манипулировал курсом и в чем его, собственно, улечили, почему он оказался без задолженности, можете поискать в интернете. Я думаю, что для общего развития тема интересная. Но считаю то, что сейчас самые актуальные вопросы должны иметь только однозначное, собственно, трактование, без каких-либо возможных, есть ли, может быть. И если итальянские вопросы бюджета по этой бюджете Италии и, собственно, дисциплинарные меры со стороны Еврокомиссии так будоражат общественность и выступают фактором политической нестабильности, то такие комментарии, как от господина, от вице-премьера Италии, о том, что возможно, собственно, все-таки найти выход из ситуации, должны быть наказаны, как я уже отметил. Друзья, почему я считаю, что итальянский бюджет – это вопрос, который может обвалить евро и ближайшие дни. Причем я предлагаю вам обратить внимание на контраст доходности немецких облигаций и итальянских. Какое-то время назад более-менее они находились в синхронном движении. Сейчас этот контраст очень сильно, собственно, с проекта разошелся, расширился. В частности, немецкие десятилетки сейчас торгуются на отметке 0,3 по-моему доходности. А вот что касается итальянских бумаг, то они уже выше 3,3. Соответственно, вот этот продолжающийся рост доходности итальянских облигаций отражают отсутствие спроса на них и демонстрируют явные попытки искусственного подогрева интереса к ним, а со стороны, собственно, итальянских монетарных властей. То, что доходности идут к космическим уровням – это сигнал того, что Италию ждет беда самая настоящая экономическая. И, скорее всего, начнется она именно с дисциплинарных мер из-за несоблюдения бюджетных правил. В этой связи, друзья, по евро будьте осторожны с покупками. Я призываю вас сдержать только лишь короткие позиции. Думаю, что мы увидим, как они хорошо отработаются в самое ближайшее время. Фунт против доллара. Снижение продолжается 1,2780. Еще раз напоминаю, что те из вас, друзья, кто считает, что в минувшую среду на входе обсуждения в Кабинете министров удалось согласовать соглашение по Брекзиту, и якобы это окончательная дорожная карта, документ, который долго пытались подписать, и в итоге соглашение достигнуто. Теперь дальше мы лишь ожидаем процесса мягкого Брекзита. Вы ошибаетесь. Забудьте об этом и еще раз адекватно оценить весь фундамент, который есть на рынке. Посмотрите на настроение в отношении этого документа. У него еще предстоит не одно согласование. Это саммит Европейского Союза, голосование Еврокомиссии, и потом еще в палате представителей Англии. И каждое из этих обсуждений может стать последним. Для него может стать серьезным препятствием. Если в итоге соглашения не будет, ожидается жесткий Брекзит. И вероятность этого сейчас, на мой взгляд, процентов 90. Об этом говорит и Карни. Буквально несколько дней назад мы анализировали также его риторику. Об этом говорят отдельные представители, очень близкие к процессу обсуждения представителей, я имею в виду политической элиты, близкие к процессу обсуждения Брекзита. Ну и, на мой взгляд, это действительно очевидно, друзья, сейчас то, что нету этого искомого компромисса, который пытались найти и достигнуть. Плюс ко всему еще вот новости о Испании, которая уже сообщила о том, что будет голосовать на саммите ЕС, который пройдет в это воскресенье против соглашения. Теоретически, друзья, можно уже сейчас сказать то, что нас ожидает очень бурное открытие следующей недели. И я думаю, что это будет открытие с ГЭПом, с серьезным ГЭПом вниз. То есть, все это располагает к продажам. Доллар-иена, точимся на отметке 113 данные. В целом, какой-то отчет хуже, какой-то отчет, в принципе, сохраняет тенденцию роста. В целом, статистика сейчас выступает, скажем, компенсатором для самой себя. То есть, заявки у нас остаются на крайне низких значениях. Заказан товар для него пользования. Вчера просели. Да, признаю, плохая цифра. Минус 4,4% в месячном выражении. Это, по-моему, минимальный показатель. И, может быть, даже самый серьезный спад с 2017 года. Но вряд ли один отчет может как-то повлиять на общую тенденцию. Поэтому я предлагаю благополучно забыть вчерашнее разочарование от статд данных и положать ориентироваться, собственно, на более серьезные экономические релизы. Это рынок труда, данные по инфляции и риторику Федрезерву о процентной ставке в декабре. И о возможном повышении. Вы знаете, чего мы ждем, какие действия Федрезерв в итоге примет и как это может отразиться на динамике доллара. Поэтому восстановление – это вопрос в ближайшее время. Рост пары доллара и иена – это лишь одно возможное реальное направление. Особенно, если на рынке будут отсутствовать плохие новости по отношениям США и Китая. Доллар канадец 1.32-1.31 откатили. Хорошо, конечно, но с другой стороны я признаю тот факт, друзья, то, что на канадца все-таки, конечно же, влияет сейчас нефть. И да, мне хочется видеть пару на уровне 1.30. Но я прекрасно понимаю, что если сегодня кассировки бренда до конца этой недели все-таки соберутся и отправятся на теста 60 долларов за баррель, уровень 1.33 снова упадет и пара доллоканадец будет выше. Но пока давайте говорить о том, что есть. 1.32-1.31 – это ниже, чем мы видели пару буквально день назад, когда два дня назад тестировался максимальный уровень за пять месяцев – это 1.33. И завтра теоретически у нас есть еще возможность получить фундаментальную поддержку для канадцев, когда выйдут данные по уроничным продажам и инфляции. Но в последние отчеты мы видели то, что трейдеры неохотно уходят в тему роста процентных ставок любого изменения монетарной политики. Поэтому допускаю, что реакция трейдеров на отчеты может быть не такой, как нам бы хотелось видеть. Основной катализатор для канадца сейчас нефть. Вот ситуация должна быть немного другой сейчас. Канадец должен реагировать на перспективу повышения процентной ставки, а рубль должен реагировать, собственно, на нефть. Но сейчас вот происходит ровным счетом все наоборот. Австралиец против доллара 0.72.50, Новозеландец 0.68. В принципе, здесь без изменений ожидания и направления приоритетные вы знаете. Американский фондовый рынок снижается 24 500 пунктов. Соответственно, ждем, как и раньше, 24 000. Друзья, сделаем мы эту цель, потому что нависает над американской фондой распродажа финансового сектора энергетики, банковского сектора и технологического. И пока ничего не меняется. Хотел еще вам рассказать немного интересного и того, что происходит на рынке криптовалют. Но вот сегодня мы уже исчерпали свой лимит времени. Давайте тогда к биткоину вернемся прямо завтра. Может быть, начнем даже с того, что происходит на рынке криптовалют перед нефтянкой. Но обещаю все-таки прояснять эту тему, потому что считаю, что она также является очень важной и, может быть, интересующей, в том числе и вас. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. До скорых встреч. До свидания.